С нами на связи Дмитрий Снегирёв, военно-политический аналитик. Здравствуйте и рада вас приветствовать. Добрый день. Давайте начнём сначала в целом. Какая сейчас ситуация в Сумской области? Давайте говорить о том, что российские оккупационные войска сосредоточили на границах с Украиной, именно на сумском направлении, за информацией о Главном управлении разведки Министерства обороны, от 10 до 12 тысяч личного состава. Говорить о том, что это контингент вторжения, нет никаких оснований. То есть, не зафиксирована передец локации личного состава, тяжёлой бронетехники, формирование, соответственно, полевых госпиталей и других признаков, которые свидетельствовали бы именно о готовящемся вторжении на данном направлении. Но в то же время данного количества будет достаточно для создания зоны напряжённости по так называемому «Харьковскому сценарию». То есть, исключать однозначно то, что российские оккупанты не пойдут на возможность эскалации напряжённости на данном участке российско-украинской границы, которая уже фактически линия фронта, нет никаких оснований. Но Силы обороны Украины, соответственно, проводят превентивные мероприятия, это укрепление и, соответственно, самой так называемой госграницей, плюс строительство линий обороны. На Сумском, как и на Харьковском направлении, на данный момент три линии обороны. Следует отметить и один весьма интересный момент по поводу тех же кадыровских подразделений. Речь идёт о передислокации трёх батальонов, которые подчинены непосредственно Рамзану Кадырову. Но они переданы непосредственно командованию генерал-полковнику Лапину, у которого с Кадыровым личный конфликт. Кадыров неоднократно высказывался весьма критически по поводу возможностей Лапина как руководителя на данном посту. И были критические замечания по поводу его либо действий, либо, наоборот, бездействий на момент украинского контрнаступления в Харьковской области. Поэтому, по всей видимости, передислокация кадыровских подразделений на Сумское направление имеет целью, скорее всего, их физическую ликвидацию. Я не исключаю, что именно вот это основная будет задача российских спецслужб и, соответственно, российского военного командования. Попытаться, с одной стороны, оскалировать ситуацию на Сумском направлении, и, с другой стороны, решить этот вопрос руками кадыровских подразделений, которые получат адекватный ответ со стороны Силы обороны Украины и, соответственно, понесут потери в личной живой силе и, соответственно, в бронетехнике. Дмитрий, а чем является для россиян Сумское направление? Это действительно они хотят захватить с целью продвижения вглубь страны? Или это маневры по отвлечению внимания от других участков фронта? Ну, давайте говорить о том, что россияне используют сейчас тактику, более известную как тактика тысячи порезов. То есть нанесение ударов по нескольким направлениям с целью отвлечения оперативных резервов Генштаба Вооруженных сил Украины с основного направления российского наступления. А речь идет именно о донецком направлении. То есть... Видимость от Сумском и на Харьковском направлении позволит им, соответственно, усилить давление на донецком направлении. По их мнению, Генштаб Вооруженных сил Украины прикинуть на данное направление дополнительные оперативные резервы. Ну и главное, о чем идет речь, это создание хаоса и паники и недоверие действиям как местных, так и центральных органов власти. Параллельно с эскалацией напряженности на Сумском и Харьковском направлении в украинских СМИ, к сожалению, разворачивается настоящая истерия по поводу якобы неготовности инженерно-фортификационных сооружений и возможности повторения сценария февраля 2022 года. Основываются они в своих заключениях, причем украинская сторона, украинские журналисты, на якобы тех данных, что Сума находится от линии госграницы на расстоянии до 30 километров. Ну а далее уже фантазии авторов. Дмитрий, вы говорите, да, посеять хаос, это важно для россиян, но вот смотрите, одна из целей подобных заявлений, мол, там поставили флаг, там якобы захватили, это поднять боевой дух самих же российских военных. Как это влияет на них потом, когда оказывается, что эти заявления просто фейки? Ну, влияют они в прямом смысле, потому что российские военные, соответственно, будут ликвидированы на момент возможного продвижения вглубь украинской территории. То есть, вбрасывается информация о том, что якобы данный населенный пункт уже контролируется вооруженными силами Российской Федерации, заходят, соответственно, подразделения российских вооруженных сил, и оказывается, что данный пункт под контролем сил обороны Украины. Поэтому вот подобный характер информации, он вызывает много вопросов, кстати, и у самой российской стороны. Я сегодня мониторил российские СМИ, российские паблики, и сами россияне опровергают информацию о захвате данного населенного пункта. Причем основной акцент в сообщениях российской стороны делается на том, что данный населенный пункт находится в так называемой серой зоне. И есть фактически продолжением российского населенного пункта Теткина. Более того, делается акцент на том, что до определенного времени граждане Украины могли даже после начала широкомасштабного вторжения пересекать условную российско-украинскую границу и, ну, скажем, без каких-либо ограничений пребывать на территории Российской Федерации. То есть победы, как всегда, оказались исключительно в информационном пространстве. Поэтому не случайно и называют победителей тиктоковыми войсками. При этом продолжается активность российских диверсионных групп на территории Сумской области. Как сейчас наши войска реагируют, как реагируют военные, насколько могут просчитывать, анонсировать, понимать, что будет? Давайте говорить о том, что данная активность, она характерна фактически, ну, после деоккупации Сумской области. То есть работа диверсионных групп никогда не останавливалась. И причем и местные украинские власти, и, соответственно, Силы обороны Украины, Генштаб вооруженных сил Украины, Держпрекордонслужба отмечают тот факт, что данное направление является зоной повышенной активности российских разведывательно-диверсионных групп. Поэтому, вы знаете, даже при наличии возможного видео, хотя уже опровергнуто даже и само видео представитель украинской исполнительной власти ЗАРКО, местной исполнительной власти, он опроверг данное видео и, соответственно, фотоматериалы. Но, тем не менее, речь идет о том, что работа разведывательно-диверсионных групп это, соответственно, тактика действий российских оккупантов. Почему я говорю, линия госграницы весьма условная. Это линия фронта, постоянная провокация со стороны российских оккупантов с целью уничтожения украинских опорников, захвата пленных либо заложников числа мирного населения и создания атмосферы террора и паники среди именно местного населения. Вы помните, неоднократно были сообщения о том, что российскими разведдиверсионными группами в Сумской области расстрелянный автомобиль с мирными жителями, нанесенное огневое поражение по, соответственно, либо медицинским учреждениям, либо дошкольным учреждениям. То есть создается, еще раз подчеркну, система паники, хаоса и, соответственно, давление на местное население с целью создания условий для так называемой внутренней миграции. Вот это основная задача оккупантов. Еще по ситуации в Харьковской области хочу с вами подробнее поговорить. Президент Украины Владимир Зеленский заслушал сегодня доклад главнокомандующего ВСО Александра Сырского. Самая тяжелая ситуация остается в Донецкой области. Армия Украины делает все возможное для стабилизации, сообщил глава украинского государства. В Харьковской области украинские войска проводят контр-ударные действия. Что вы можете сказать по ситуации в Харьковской области? Активность россиян? Идет ли перегруппировка? Да, идет перегруппировка, переброс количественного состава направления лиц и, соответственно, Волчанска. Но на данный момент Волчанск контролируется порядка на 70% вооруженными силами Украины. Введение оперативных резервов, в первую очередь батальонов главного управления разведки Министерства обороны, позволило стабилизировать ситуацию на данном направлении. Более того, уровень потерь российских оккупантов резко возрос. Если до недавнего времени Генштаб вооруженных сил Украины отмечал о том, что суточные потери оккупантов – это порядка 800-900, то, как видим, последнее даже сообщение Генштаба вооруженных сил Украины – это 1270, то есть порядка 1300. А это на 50% увеличение уровня потерь. Именно благодаря спланированным действиям Генштаба вооруженных сил Украины и, соответственно, действиям профессиональных подразделений, которые имеют колоссальный опыт боевых действий в условиях городской застройки. А бои в городской застройке – это, соответственно, бои высокой интенсивности, где атакующая сторона имеет потери 5 к 1 по сравнению со стороной, которая находится в состоянии активной обороны. На данный момент вооруженные силы Украины контролируют и Лекций, и Волчанск. Более того, проводится ряд успешных контратак с целью возврата ранее утраченных позиций. Дмитрий, еще один аспект хочу с вами обсудить. Сегодня говорили мы в выпуске о том, что Беларусь присоединилась ко второму этапу учений российских военных по применению нестратегического ядерного оружия. А чтобы что? К каким действиям готовится Беларусь? Речь идет о военно-политическом давлении со стороны, в первую очередь, Российской Федерации. Подобные заявления Генштаба Республики Беларусь – это элемент военно-политического давления, как на страны НАТО, в первую очередь, это Польша и Балтийские страны, ну и, соответственно, Украины. То есть создание, опять-таки, зоны напряженности. Нас интересует именно украинская сторона. Поэтому вот это, скажем, заявление, оно входит в комплекс информационно-психологических операций российской стороны по созданию линий нестабильности и напряженности. То есть дается понять, что возможна резкая эскалация на Черниговском направлении, кроме Сумского и Харьковска. Это, соответственно, дополнительное отвлечение материально-технических средств и, в первую очередь, личного состава Вооруженных сил Украины на прикрытие данного участка границы. Говорить о том, что есть реальные факты, свидетельствующие о передецлокации ядерного тактического оружия на территории Республики Беларусь, на данный момент подобных фактов нет. Более того, страны НАТО уже заявили о том, что в случае реализации подобных планов Российской Федерации, речь идет о возможности применения тактического ядерного оружия, будет более чем адекватный ответ. И давайте вспомним о том, что Франция недавно провела испытания тактического ядерного вооружения, речь идет о воздушном компоненте, и Соединенные Штаты заявили о том, что изменяют свою ядерную доктрину на фоне усиливающейся ядерной риторики, в первую очередь со стороны Российской Федерации. Ну и соответственно были заявления Великобритании о том, что данная страна обладает достаточным ядерным потенциалом, чтобы адекватно ответить на любые угрозы со стороны Российской Федерации. Спасибо вам, Дмитрий, огромное за ваше разъяснение. Зрителям напомню, Дмитрий Снегирех был с нами на связи, военно-политический аналитик. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.